Финал проекта только начался, а они уже все до одной царицы. А все потому, что организаторы ввели традицию увеличать участниц именно так. У нас появилась очень прекрасная традиция в рамках проекта. Она пришла к нам из города Сочи. Все участницы, которые вошли в проект, официально называются царицами. И обращение в проекте к ним только идет царица. В этом году мы сделали упор на танцевальное направление. В каждом городе были отдельные танцевальные вечеринки, что действительно очень понравилось нашим царицам. Танцев в тот вечер было так много, что хватило и зрителям, которые с удовольствием приняли участие в интерактивном перформансе. С момента первого проекта его география существенно расширилась. В этом году на сцену вышли красавицы из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени. Мы сейчас и ведем себя как царица. Дело в том, что царицы это не просто повелевают. У вас должна быть осанка. Вы должны красиво говорить. Вы должны всегда вести себя. Как царица. И непременно передавать это дальнейшему поколению. У меня появились замечательные друзья. Надежные друзья. И столько открылось у нас возможностей дополнительных. Я научилась говорить «нет» некоторым людям. Да, я стала гораздо смелее. Я просто изменилась как личность внутренняя. Да, хотела жить ради себя, ради семьи, ради близких. Жить на второй план работы. Я снова достала каблуки. Я снова стала девочкой. Я чувствую себя царицей на все 100%. За два месяца подготовки дамы открыли в себе новые таланты и обрели навыки в различных направлениях. От живописи и психологии до верховой езды и ранее упомянутых танцев, что позволило им измениться и внешне, и внутренне. Кто-то назовет это харизмой, кто-то внутренним обаянием. Но это видно, когда человек выходит и он получает радость от самого процесса. Он дарит эту любовь, этот свет залу. И это, безусловно, сразу его резко выделяет из остальных конкурсантов и дает ему шансы на победу. Что я могла бы отличить сразу девушкам, это то, что они стали более грациозными. Они стали более уверенные в себе. Они идут навстречу своей новой жизни, они идут навстречу своим целям. И у них это обязательно все получится. И они уже на верном пути. Царица Урала, кто это? Это истинная леди. Это хорошие манеры. Это грамотная речь. Это способность переживать трудности с высоко поднятой головой. Она помнит и про себя, и про свою семью. Умеет достойно общаться с другими людьми, в частности, женским кругом общения. Самоуверенная однозначно должна быть. Она должна быть целеустремленной, коммуникабельной. Нужен стержень у нас на Урале. У нас суровый город. Ну, обаяние, доброта. В числе зрителей в основном родные и близкие люди. Особо тепло в этот вечер приветствовали мам, которые и выступали на сцене, и присутствовали в зале. Я и моя семья очень активные и жизнерадостные люди. Любим движение. И участие в проектах приносит активность. В данное время участвует моя мама. Я болею за нее. Несмотря на то, что корона оказалась у каждой из участниц, победительницу проекта жюри выбрала только одну. Когда ты над собой работаешь, это доставляет большое удовольствие. Ты понимаешь, что жизнь на этом не закончилась, и еще как не закончилась. Моя жизнь развернулась практически на 180 градусов. Это здорово. Это круто. Кстати, в следующем году по задумке организаторов будут участвовать представительницы уже 35 городов России. Заявку на участие можно оставить в группе проекта.